Поэзия о войне В войну люди тоже продолжали писать, и вы помните поэму Василия Теркина, Александра Твардовского, февральский дневник Ольги Бергольц, лирику Ахматовой. То есть вы помните много бессмертных произведений о войне. Сегодня мы будем говорить только о фронтовой поэзии, лирике. Как относятся друг к другу поэзия и война? Дело в том, что поэзия, как род литературы, для войны необходима. Поэзия, во-первых, очень быстро способна реагировать на ситуацию, на обстоятельства. В силу краткости и емкости поэтического текста она может быть очень актуальной. Во-вторых, поэзия интуитивно понимается многими людьми. Она очень массово по своей природе. И, наконец, поэзия эмоционально емкая, мощная, взывающая к нашим чувствам. Эти три фактора, эти три обстоятельства делают поэзию очень важной в ситуации, в состоянии войны. Что мы увидели с вами в сороковые годы. Дело в том, что поэты, которые писали во время войны, стали последним поэтическим поколением на долгое время, до оттепели. В сорок седьмом году выходит постановление о запрете на лирику. Появляются известные статьи в журналах «Звезда и Ленинград», о которых вы помните. После которых, например, Анне Ахматовой становится невозможно писать. И поэты, которые писали в войну, с корпусом лирики остаются в читательской памяти, в читательском сознании надолго. Какие же поэты писали во время войны? Соединилось несколько поколений. Во-первых, авторы, которые к началу войны уже были зрелыми людьми, состоявшимися поэтами, и продолжали работать. Такие поэты, как Михаил Светлов, Анна Ахматова, Николай Тихонов, Николай Асеев. Можно сказать, они были уже поэтическими корифеями к 1941 году. Во-вторых, во время войны приходят молодые авторы, ребята, которым по 18, по 20 лет. И именно о них мы сегодня будем говорить как о поэтах фронтового поколения. Очень интересное понятие поэты фронтового поколения. Это не строгий термин. Это скорее художественное определение, появившееся, сформировавшееся в литературоведении. Оно определяет не столько общность эстетики, не столько то, как написано стихотворение, или о чем они написаны, сколько общность поэтической судьбы, биографии. Все это были ребята, которым очень юными пришлось уйти на фронт, стать солдатами. И это не могло не отразиться в их поэтическом мировидении, в их мировоззрении. И мы сегодня поговорим о том, как это отразилось в их поэзии. Поэтому слово «поколение» для нас сегодня очень важно. Постарайтесь оставить его в памяти, в своем сознании, подумать, что же может определять поколение. Но когда мы говорим о поэзии Второй мировой войны и о поэзии Великой Отечественной войны, если более узко, то это тоже не единое, не цельное образование, не цельный корпус текста. Дело в том, что поэзию Времени войны тоже можно классифицировать, и тоже можно соотносить поэзию разных годов друг с другом. Если мы говорим о начале войны, о 1941-1942 году, то мы скорее увидим публицистические стихотворения о войне. Что такое публицистика в поэзии? Публицистика – это репортажное произведение. Это жанр близкий журналистики, жанр свидетеля событий, который хочет отразить все честно, хочет призвать людей к определенному действию, вызывает нас на поступки. Почему публицистическая поэзия характерна именно для начала войны? Сами понимаете, это было время, когда страна вступила в бой, находилась в ситуации дезориентации, в растерянном состоянии, и людей нужно было мобилизовать, объединить, собрать и побудить к действию. Поэтому героический пафос был очень необходим в начале войны. Не случайно стихотворение «Лебедя у кумача вставай, страна огромная» было написано уже в первые два дня после начала войны. 27 июня Александров написал музыку, И уже в первые дни войны эта песня была исполнена на Белорусском вокзале. А ведь песня очень простая. Это, по сути, прямое высказывание. Прямое высказывание с устойчивыми формулами. Ярость благородная, страна огромная. Тем не менее, она очень хорошо отразила состояние народа, состояние времени. И, начиная с осени, она исполнялась по радио практически ежедневно. Для публицистической поэзии характерна суровая интонация, агитация, высказывание формулы, как, например, «Вперед в наступление, ни шагу назад». «Ты враг, и да здравствует кара и месть, опрокинь врага, задержи, в поход бой с неба» и так далее. Сами понимаете, что образы в этой поэзии обобщенные, в том числе и образ врага, он не персонифицирован. Это не конкретный человек из маленького или большого немецкого города. Он не обладает своей судьбой, биографией. Это чудовище, монстр. Это гипертрофированный образ, который должен вызвать в сознании читателя только гнев и ненависть. И это было необходимое условие интонации публицистической поэзии первых дней войны. И здесь мы можем говорить не только о стихотворении классическом, уже ставшем очень известным, стихотворении Константина Симонова «Убей его», которое, по словам современников, убило больше фрицев, чем снайперские выстрелы. Но мы можем говорить не только про стихотворение Константина Симонова, а, например, про стихотворение Ольги Бергольц. Мы предчувствовали полыхание. Мы предчувствовали полыхание этого трагического дня. Он пришел. Вот жизнь моя, дыхание, родина. Возьми их у меня. Нет, я ничего не позабыла, но была б мертва, осуждена. Встала бы на зов твой из могилы. Все бы встали, а не я одна. Обратите внимание на обобщенность. Здесь не индивидуальный герой, а коллективный герой, народ, мы. Что тоже характерно, в общем, для публицистических стихотворений. Это сознание нации. Патетическую интонацию, интонацию призыва, героики. Мы можем увидеть и в стихотворении Ильи Сельвинского, я это видел, и во многих других агитационных публицистических текстах. Но чем дальше мы движемся по военной дороге, чем дальше мы движемся к 45-му году, тем более раздумчивой становится интонация поэтического текста, тем больше публицистика сменяется лирикой, индивидуальным высказыванием, рассказом о собственной эмоции пережитой, о частном случае, об одном конкретном переживании. Тем больше в поэзию входит герой с его биографией, с его интересами, с его увлечениями, с его сомнениями и с его неправотой. Лирическая поэзия более субъективна. Она не претендует на правильный ответ, она не претендует на лозунг, на восклицание, как это делает поэзия публицистическая. И задачи у лирики совсем другие. Задачи, скорее, эмпатии. Чтобы проиллюстрировать эту лирическую интонацию, давайте прочитаем с вами стихотворение Михаила Кульчицкого «Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник». Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник, что пули в каску, безопасней капель, и всадники проносятся со свистом вертящихся пропеллерами сабель. Я раньше думал, лейтенант звучит вот так «Налейте нам!» И, зная топографию, он топает по гравию. Война совсем не фейерверк, а просто трудная работа. Когда черна от пота вверх ползет по гравию пехота, марш и глина в чавкающем топоте до мозга костей промерзших ног наворачивается на чоботы весом хлеба в месячный паёк. На бойцах и пуговицы вроде чешуи тяжёлых орденов. Не до ордена была бы Родина с ежедневными Бородином. Обратите внимание, в этом стихотворении уже есть самоопровержение. Кстати, написано оно в 1942 году. В этом стихотворении есть самоопровержение, есть спор с самим собой, есть то, как война представлялась до того, как она началась. Я раньше думала, лейтенант, звучит вот так, на лейтенант. И есть представление, которое сложилось после того, как стал участвовать в войне, как скорректировался твой жизненный опыт, как война повлияла на тебя и как ты ошибался. Не всем мечтателям, фантазёрам, лентяям-завистникам удалось вернуться с войны. Многие поэты фронтового поколения прожили потом долгую жизнь, такие как Давид Самойлов, Борис Луцкий, Константин Симонов, а некоторые так и не вернулись с фронта, как, например, Павел Коган, Иосиф Уткин, Мусат Джалиль, Николай Майоров. Лирическая интонация к концу войны нарастает. Вместе с текстами элегий, текстами зарисовок военных, раздумий, появляются и тексты баллад, то есть сюжетная, повествовательная лирика. Итак, обратите внимание, мы с вами уже сказали про публицистическую поэзию, про лирику военную. И сейчас мы вводим термин повествовательная поэзия. Что это такое? Это поэзия, имеющая явно выраженный сюжет, историю, в которой рассказывается что-то случившееся с героем. Ну, наиболее, наверное, известное из повествовательных стихотворений времен войны, это стихотворение Константина Симонова «Майор привез мальчишку на лафете». Оно написано в 41-м году. Более поздние стихотворения о случае, о происходящем с героем становятся более лиричными, более субъективными, как, например, баллада о чертовом куске «Лившица» и другие тексты. Что же происходит после войны? После войны происходит переосмысление военного опыта. Помните, еще Есенин говорил «Лицом к лицу, лица не увидай, большое видится на расстоянии». Так вот, после войны проходит достаточное расстояние во времени. Мы отступаем на достаточное расстояние, чтобы увидеть войну как часть твоей, как целостную часть твоей жизни. И после войны поэты могут говорить уже не только о подвиге, о жертве, о геройке, о одиночестве и тоске по любимым. Появляется тема неоднозначного отношения к войне, появляется тема страха, который человек мог переживать, тема натуралистичности, некрасивости, вся логичность войны, тема предательства может быть, тема заброшенности, непонятости. То есть, лирика становится все более и более сложной по эмоциональному синкретизму, по настроению. Поэтому, зачастую, стихотворения, написанные после войны, но на военную тему, могут удивить нас той непривычностью состояния, которое показано в отношении лирического героя, той непривычностью эмоций, которую мы обычно представляем себе в связи с военной поэзией. Я хотела вам предложить послушать, как артист Анатолий Билый читает стихотворение Бориса Слуцкого «Ордена никто теперь не носит». «Ордена теперь никто не носит. Планки носят только чудаки. И они, наверное, скоро бросят, сберегая пиджаки. В самом деле, никакая льгота этим тихим людям не нужна. Хоть война была четыре года. Длинная была война. Впрочем, это было так давно, что как будто не было и выдумано. Может быть, увидено в кино? Может быть, в романе вычитано? Нет, у нас жестокая свобода помнить все страдания до дна. А война была четыре года. Долгая была война». Мы с вами увидели, что поэзия о войне не ограничивается темой жертвования собой, темой подвига, идеи героики. Она оказывается богаче и сложнее. И самое главное, она развивается во времени, она не статична. И один из главных парадоксов, о котором я всегда с собственным удивлением говорю своим студентам, которые тоже удивляются, это то, что во многих стихотворениях поэтов фронтового поколения война описывается как самое счастливое время. Вдумайтесь только, кошмар, страшная эпоха, переживание национальной трагедии и вдруг ощущение счастья и радости. Вопреки или в чем-то благодаря, это действительно становится ощущением поколения. И мы можем это увидеть в стихотворениях многих авторов. В стихотворении Юлии Друниной написанной через много лет после войны четыре страшных и прекрасных года в душе перетянули сорок лет. Но, может быть, наиболее вот это ощущение счастья, живости, выражено в известном стихотворении Давида Самойлова «Сороковые роковые», которые вы, конечно, помните. Как это было? Как совпала война, беда, мечта и юность? Как это все в меня запало и лишь потом во мне очнулось? Это действительно синкретическая эмоция, соединение радости и трагедии, войны и молодости. Чем же вызвано это ощущение, щемящее ощущение счастья, которое есть в поэзии, в поэзии разных авторов? Мне кажется, во-первых, оно обусловлено юностью, как причиной. Помните стихотворение Кушнера, написанное уже гораздо позже, «Времена не выбирают, в них живут и умирают». Какое бы ни было страшное время, для наших героев оно стало временем их юности. Они переживали собственную молодость вместе с войной. И вот это ощущение, когда они были молодыми, беззаботными, где-то бесшабашными, оно проявилось вопреки времени. Война гуляет по России, а мы такие молодые. В чем-то их молодость даже мистифицировалось, как, например, в стихотворении Николая Майорова. «Мы были высокие, русоволосые, вы в книгах прочитаете, как миф о людях, что ушли, недолюбив, недокурив последние папиросы». Это во многом относилось и к самому Майорову, который в 41-м году копал окопы под Ельней, а в 42-м погиб, защищая Смоленщину. Вторая причина, вызывающая ощущение счастья, тоже косвенно обусловлена молодостью и юношеским авантюризмом. Война в поэтических текстах часто воспринимается как приключение, да страшное, опасное, неотвратимое приключение, но все-таки в этом есть приключенческий авантюрный компонент для молодых людей. Как пример воплощения этого ощущения авантюризма, приключения, тоски по дальним странам, которая отчасти реализовалась в войне, можно привести стихотворение Константина Ваншемкина «Капитан». Как обычно, снятся капитану ночи шестимесячной тоска, плотные трехслойные туманы, жизнь от смерти на два волоска. Потом это ощущение вовлеченности в особенные события, в особенное время и свои роли в осуществлении этого особенного времени подхватят поэты пятидесятых годов. Поэты, у которых на войну пришлось только самое раннее детство или которые родились сразу после войны, они будут уже вспоминать войну не в связи со своей молодостью, а в связи со своим детством. Такие авторы, как Евгений Евтушенко, Владимир Высоцкий, Владимир Соколов, Михаил Яснов и так далее. То есть пятидесятники. Но это будет уже гораздо позже. Третья причина, которая тоже провоцирует, подпитывает вот это ощущение радости, несмотря ни на что, это, на мой взгляд, самая важная причина. Это причастность к великому делу. Это понимание того, в чем заключается твое предназначение, твой долг. То, что в обыденной жизни, в жизни вне войны, в мирной жизни, может вызывать сомнение, зачем ты живешь, что тебе выбирать, где тебе учиться, где тебе работать. Война определила за тебя. И сразу стало ясно, в чем заключается само пожертвование, в чем заключается смысл жизни, в чем заключается цельность ее. и сразу приобрели вес понятия любви, дружбы, мирного дня, свободной минуты. То есть все то, что в будние и мирные дни экзистенциально ничего не весит, зачастую проходится нами как рутина. Мы проходим мимо этого. Войну приобретает смысл и вес. Отсюда понятие долга и противопоставление долга и долгов, как у Давида Самойлова в стихотворении на передовой. Так только в молодости спят, обратите внимание, опять понятие молодости, так только в молодости спят любимцы всех богов, так только может спать солдат, есть долг, но нет долгов. Может быть наиболее идея, наиболее явно идея этой ценности жизни и идея собственного предназначения без прикрас, без приукрашивания выражена в поэзии Бориса Слуцкого, того самого поэта, лишенного красивости, эстетизации стиха, поэта рубленого слога, прямого высказывания, который говорил, что ему пейзажи солдат заслонил. Может быть, Слуцкий наиболее понятный из всех авторов и наиболее зримо выразил эту идею предназначения фронтового поколения. я говорил от имени России, ее уполномочий правотой, ее приказов, формулы простые, я излагал с достойной прямотой. После войны каких бы событий ни случалось, каких бы радостей ни происходило в быту человека, это не давало ощущения той острой встречи жизни и смерти, которая была в войну, того переживания полноты существования. И отчасти трагически это выражено в стихотворении Евгения Винокурова, которое я хотела бы вам прочитать. За годами пролетали годы, что великих сложностей полны. И теперь я получаю льготы, как и должен инвалид войны. И как помнишь у экклезиаста место то, что горше всяких мест. Не плачу отныне за лекарства, не плачу отныне за проезд. Но когда предсмертная икота будет ночью сотрясать кровать, вот моя единственная льгота, каждый день земной благословлять. может быть необходимо было, как поэты фронтового поколения прожить войну, чтобы приобрести вот это неуходящее ощущение ценности бытия. Давайте подведем итоги. О чем мы сегодня поговорили? Мы поговорили про то, что в войну вошло несколько по возрасту разных поколений авторов. И что наиболее молодых из них принято считать поэтами фронтового поколения. Мы с вами сказали о том, что военная поэзия не цельное явление. Она распадается, во-первых, по жанрам на публицистическую поэзию, на поэзию повествовательную, на поэзию лирическую, на песенную поэзию. И здесь я пользуюсь классификацией Ольги Анатольевны Дашевской. Во-вторых, поэзию войны можно разделять в зависимости от времени, в которой она была написана. Конечно, условно, но тем не менее у стихотворений, написанных в начале войны и в конце войны, будет совсем разная природа и интонация. Мы с вами поговорили о том, что эмоциональное содержание стихотворений не исчерпывается прямой эмоцией. Зачастую это представляет собой соединение противоречивых контрастных чувств радости и печали, страха и героизма, трагедии и счастья. И очень часто ощущение счастья парадоксально выходит в центр военной поэзии. Это обусловлено ощущением юности, причастности к большой жизни, которую переживали поэты фронтового поколения. А в заключение я хотела бы включить голос времени, поставить вам запись, где Михаил Львов, один из поэтов военного времени, читает стихотворение, которое могло бы обобщить сказанное нами сегодня в лекции. Спасибо за внимание. На этой звуковой странице журнала Кругозор известный советский поэт Михаил Львов читает свои стихи. О, эта жизнь, этот век, это время, знал бы, кому от души поклонился, кто программировал жизнь мне как премию. Чья-то милая, что я появился, все, что положено людям, изведал, лучшим вещам на земле поучился и не поддался беде и изменам. Как получилось, что я получился? Нервно ловил я удачи минуты, яростно, радостно, враз разрывая всяческих комплексов подлые путы и вывозила стезя не кривая. Не было кранов меня поднимавших, не был отмечен я знаком особым, но от восторгов меня подмывавших я становился почти невесомым. Было дано мне взлетать не однажды на высочайшее счастье высота и умирать от любви и от жажды и воскресать до любви и работы было дано мне на десятилетия строчками в душах людских прописаться, гениев видеть на этой планете, к ленинским мыслям душой прикасаться. О, мое время с кипением страстным от октября до космических высей, перед лицом твоим добрым и властным я не скрываю ни чувств и ни мыслей. песни души с этим веком спаялась, в страшных сражениях не размозжилась, будем считать, что судьба состоялась, будем считать, что и песня сложилась. песни души песни души Продолжение следует...